Не 5-6, а 26 тысяч. Вы представьте, наличными. Они же не дают никакого документа, куда нужны эти деньги, на какой расчетный счет. Нужно вызвать бригаду, и именно бригада должна быть с горгаза. Никого больше нельзя допустить. И 26 тысяч заплатить наличкой, на руки. Мы начали вот это вот, да, выяснять и в Рио, и на телевизоре показывали. Я звонила в Киев на горячую линию, с Киева отдали в Запорожскую обл. администрацию. Мне вот три дня назад пришел ответ. Там, конечно, везде, согласно закону Украины, и везде мы виноваты, понимаете? Нет, там, Кавин, объясняют, что аквебут не есть, балансосодержатель нашего дома. А кто тогда содержать? А мы задали вопрос, написали письмо, пока ответа нет. Кому написали? На БТИ? На Центр административных посылок. А, ну, что я говорю? Уже письмо. Так что мы... Нет, я никому не звонила, у нас здесь главный инженер присутствует. Он стоит и с нас смеется, как с придурком. Ой, извините за такое выражение. Понимаете, мы говорим, он так смешно. Для особо одаренных, извините, у меня высшее образование, я еще и особо одаренная. Для особо одаренных, повторяю еще раз. Он меня оскорбляет, как человека, во-первых. А ну, дайте я рудаковый вопрос за нас. Вот, он стоит и просто улыбается. Он же ничего конкретного. Мы держим машину и говорим, то, что вы сегодня отключили, поставьте на место. Потому что он у нас 21 числа здесь выступал и сказал, вот у вас же новые краны стоят. Он сам сказал, что новые краны. Поэтому здесь стояки не отключили. А сегодня уже новые краны... О, да, он говорит, тоже было 21 числа, а сейчас уже 29. Я говорю, вы хотите сказать, что эти новые краны уже за сколько? Ну-ка, три дня. Ну, не знаю, девочки, представьте, кто может завтра в исполку. Я на работе, я не могу. Тем более, если я где-то работаю. Можно я вопросов добавлю ей? Можно, да? Нажимайте никуда. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, вы вообще понимаете, что 15 кранов одновременно вышли из строя? Второе. Ковид в этом, от 17.03.20 закон о том, что не имеют права лишать постачания там вода. Подождите минуточку. Дальше. Не имеют права, что там, где один ребенок есть. Аварийность кранов... Послушайте. Послушайте. Аварийность кранов не подтверждена в двухстороннем порядке. Я не отпустила. Как мне завтра? Да, я не спрашиваю. Хорошо, на сколько? А скажите, во сколько ваше заседание? А меня пустят? Вот я приду, я вот носила туда просьбу. А как мне сказать? Хорошо. Я тогда отпрошусь, я детей оставлю. Вы понимаете, я в детском саду работаю, я не могу группу вот так бросить. Если бы я где-то в другом месте работала, я бы, может, могла отпроситься. Но я постараюсь завтра к 8.30 быть в исполнении. Она не может главному инженеру сказать, чтобы дом включили. Спасибо большое. Спасибо.